Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешего. Номер 333. События дня. Иаков 4.4, как эпиграф беру на определенное время, потом заменю. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Почему не обижается на Иакова? Притом он называет прелюбодеи и прелюбодейцы не в подлинном смысле измена жене, измена мужу, а измена Богу. И таких прелюбодеев-то сколько? Как на букву называется? На что? На Б и проще сказать нельзя. Литературное слово, и прямо сцепляется вы верующий, такое слово произносите. Ну откройте словарь, откройте церковный словарь, да и не церковный только словарь, а богослужение, это слово встречается по церковно-славянскому. Вот что, как страшно любить этот мир. Ну что, мне ничто человеческое не чуждо. Вот сейчас избрали другого президента в Америке, Дональда Трампа. Ну и что? Что по-другому что-то будет? Ну мы скажем о нем, вот Лавров сказал, по делам посмотрим. Да своими делами-то смотреть не успеваем. Нам зачем смотреть? Мы знаем, идет так, как предначерта на Богом. Ну ушел предыдущий Барак Обама. Что он? Сколько на нем всего? В Ливии разрушили, лучше стало. В Ираке лучше стало. Ну вот у них сила хвалится. В чужой дом вторгается, при том страны, члены НАТО, ООН. Это не имеет никакого значения. И это хорошо, это демократия и прочее. Я не о демократии говорю, а о суде Божьем. Перед Богом-то как? Так, ну вот умрет этот президент, бывший, предыдущий УНРГ. На суд-то Божий пошел, зачем ему это все нужно было? За себя не ответишь, а это за всю страну. Вот что бы такой президент сказал? Воевать нельзя, оружие прочь. Переплавляем на орала. Орала там переплавляли на мечи. А теперь мечи на орала. Пророк и так говорит, наоборот. Вот, то и копья на серпы, такой же. Нет ведь этого? А только увеличить, увеличить. Вот с президентом у нас теперь столько и прочее. А радуются своим президентам. Эти там радуются, другие в другом месте. А потом на суд Божий отвечать. Прелюбодейцы. И стоят, как царь Николай. Я до гробовой доски солдат. Ну, до гробовой доски, что начал эту войну. Начал. Две империи сразу рухнули. И Германия, и здесь. Надо тебе это было? А войны-то не было, этого бы не было. Ну, рядом стоялись священники полковые, корабельные, там, морские священники были. Зачем это? Щавельский тому. Зачем? Когда написано, люби врагов своих. И даже сегодня слушать не хотят. Вот на этом сатана и ловится. Кровавая, никогда не затихающая боль. Сколько было там? Так они напали на нас. Да не напали бы, если бы были верующие. Так Господь защищает. Где я вот прошел, лично я видел. На моих глазах сколько людей. Прямо на глазах на моих их убивают. И я здесь же. Я ничем выделяюсь. Защиты я не вижу, я знаю. Стоят ангелы. И там попадали, я говорю про лагерь Жанатас Жамбульской области, Казахская ССР, где я отбывал срок. Подползают ночью ко мне на шконке. Отец, можно и мы около вас встанем рядом? Когда в строю стоят и подряд избивают все. А меня не трогают. Почему? Ну, КГБ приехал. Майор, говорит, сказал этого человека не трогать. И все. И все руки опустились. И при том не трогать до высшего знали. Помню, как-то у меня прибегают посыльные из штаба лагеря. Там надо у вас что-то. Ну, я иду. Посыльные идут рядом и заводят политработнику. Кудеяров или Кудеринов. Не знаю, как-то такое. Приятной наружности капитан. В тюрьме, это в лагере. Разговариваем. А Дулубаев от Оррор. Режимно-оперативная работница. Злодей. И сколько на его покушении было. То в окно выскочит, то как. Зверь настоящий-то. Ну, я сижу и перекрестился. Не крестись! И вот так рукой меня ударил. Ну, ударил как-то вскользь. Не больно, ничего нет. Как этот сразу же изменился в листе. Политработник по-казахски ему что-то. Этот сразу изменился весь. Ну, КГБ это его сметет в одну минуту. И говорю, так вы по-славянски церковно считаете. И сразу думаю, а я вас еще не стал говорить. Я говорю, крестился и буду креститься. Это мое оружие. Да нет, ничего. Это я просто так вот. Это уже... Вот как Бог охраняет. Сижу один, как ягненок. Защиты никакой нету. Бог. Я не вызывал, чтобы с Жамбула приехал сотрудник КГБ. И там за меня сказал... Сказал ходатайся. А мне это сказал старшина. Вы видели, гражданский приезжал, да? Это ради вас приезжал. Приезжал. Тут все начальство предупредили, что пальцем не трогали. И когда начинаете избивать... А до меня было в красной комнате. Там красная, как называют... Ленинская комната. До уровня головы все крови, стены залиты были. Такой беспредел. Но вся зона была вязаная. То есть... Сломленная и на повязка. За порядком смотреть. А потом в другой лагерь поедет. Там башку ему за это шибут. Но деваться некуда было. Там три человека было не повязанное. Там я и один армянин какой-то там. Он лет 20 уже сидит. Ему разницы никакой. Это еще кто-то. А ко мне никаких претензий. Вы, наверное, не будете... Там СССР смотреть за этим. Вернее, вам нельзя, наверное, говорить. И все это по-хорошему. Бороду снимать с меня и то. Принесли просто. Расстелили. Я сел. Чеченец. Начальник стоит тоже. Бороду помогли мне собрать. У меня две бороды. Я сижу, плачу, слезами выливаюсь. Чеченец стрижет и говорит. Меня Аллах не накажет, что я это делаю. Я говорю, да ты это подневольный человек. Тебе сейчас сказали. Вот тебе и пожалуйста. Дружба с миром. А у меня защита. Это Марщенко Анатолий. У него близкие отношения были с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Лауреатом Нобелевской премии. Изобретатель водородной бомбы. Ну и, видимо, где-то там сказал об этом. Что-то по-своему делал. Раз, другой избивать в ШИЗО. И так и не вышел. Так убили. Убили. Сахаров помог. Конечно нет. Сахаров сослали в Горький. У меня вообще связей никаких нет. Я вышел не поврежденный, не избитый. Вот как Бог делает. Смотри. Дал твой мясо. У меня голубок пропал. А эти кошки оккупируют. А маленькую запер туда. Чтобы она могла там есть. Ее не трогали. Не отобрали. А эта сидит, мать ее, и прямо туда лезет с обратной стороны под шторку. А шторка, а там же преграда. Вот. Ее защитил я. У меня есть защита. Я посадил ее. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Становится. А я не хочу против Бога быть. Становишься. Становишься. Пошел в депутаты. И там лоббирующие уже интересы друг миру. Так все делают. Ответишь за это. Вот один эпиграф. Сколько в нем заложено. Это я отвечаю за 9-11-16 ноября. Не любите мир и не того, что в мире. Не любите. Кто любит мир, в том нет любви в очередь. То есть не можете служить миру и Богу. А на первом месте западь любовь к Богу. Мирское любят одеваться. Все это красиво на меня нападает. Да вы хоть бы что-то одели хорошее. Откуда вы взяли хорошее? Величайший из пороков Иоанн Креститель. Как он одевался? Что на нем было? И святые ходили. Павел говорит, в милотех и козьих кожах. Как будто не слышали. Но я никому не подражаю. И проще. Просто это образ моей жизни. Вот это. Что у меня есть с ковер. Все это кто-то дал. Кто-то. Ну кто-то просто пришел, сунул, ушел. Я даже не знаю от кого и чего. Вот сейчас покажу это. Ибо все, что в мире. Что? Двоеточие. Похоть плоти. Похоть още и гордость житейской. Не есть от отца, но от мира сего. Как? Да там увидел, что дерево хорошее. Приносят знания. Открой-ка и туда запусти. Но она зайдет. Затолкай оттуда. Затолкай обязательно и закрой. Чтобы не баловалась. Пошка открывает. Вот так. Гордость житейская. Гордость. А что гордятся все дети. Вот там отличники на Олимпиадах. И все гордятся. На свадьбах, которые... Платье такое, шлейф. А здесь на груди только висит. И все. Ни лямочек еще нет. Ну там предел она так затягивает. Ну а тут-то материя-то полметра от стригида. Прикройся хоть здесь. Нету. Ну что, вам показать, как одеваются мусульмане? Мусульманки, да... Подошву к ним не годятся. А это мусульмане. Посмотрите, как они благочестиво одеты. И девушки, женщины. Как свадьбы играются. Я видел-то. Настоящие где мусульмане, конечно. Я не за мусульман. Просто говорю. На наших глазах это все делается. Тебя примера никакого не берут. А Господь сказал об этом. Если бы были мы от мира, то мир любил бы свое. Поэтому я не хочу, чтобы дети мои были изгоями в школе. Какой-то сектантский ребенок в школе говорит о Боге. А православные пионеры, комсомольцы везде вступали. Даже священнические дети. Это я сам знаю. Документы в руках держал. Они комсомольцы и не отрицали. И партийные попы были. Я передал им слово твое. И мир возненавидел их. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Передал слово. Православные не передали. Поэтому заглядывает это интересно. Ну и дальше посвящается всем ушедшим из православной церкви. Вот этот вот ролик посмотрите. Вот я ролик поставил один. Долго закачивал. Возвращение Никиты Колесниковой и прогноз жизни по уставу нашему. Такой ролик здесь есть. Говорят, какие новости? События дня. Ну события. Поехал президент куда-то. Курский вокзал, там вертолет и прочее. Кого-то встречают. События в Москве? Да, события. А у нас события Никиты приехал. Помолились и за работу. Я другим пишу, кому надо. Постарайтесь, чтобы у вас под рукой всегда были. Была тара, какая мешок, банки разные. Иногда мы бываем в ваших краях и можем извести кое-что от бедности нашей, даже скудости. Крохи от щедрости благотворителей. Что для них есть лишь крохи с их стола, наши благотворители. Вели Бог и многомилости. Вот Никита приехал. И видите, как вот, сообщаю сразу новости. Псалом 39. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя, истина твоя, да охраняет меня непрестанно. Третье Маковейство. Оставь грехи наши. Отпусти неправды наши и иви милость твою в частности. Скоро да предварят нас щедроты твои. Видите, сколько мест Писания говорят о щедротах Божьих. Дай хвалу устам упадших духом и сокрушенных сердцем. Даруй нам мир. Такую книгу сектанты вообще не знают. 11 книг выбросили. И поэтому, что говорить, а уж каноны, другое, церковный опыт, жития вообще не знают, когда еще был жив наш лагерь Станг, а я его закрыл, расформировал 18 июля 2016 года, в 22.00, мне приходилось обращаться за помощью. Не денег просил, а продуктов разных и грубых. Не шоколадки, а муха пшеничная, макароны, вермишели, масло растительное, сахар, соль, манка, гречка. Ну, кто что может дать. И давали, да, давали. Давали. Интересно, однажды я пошел просить, и у нас там эти, как называют, парники, ну, дужки натягивают так, из проволоки, и натягивают салопа на них в огороде. А ничего нету, денег-то вообще нету. А беру детей, государство не помогает. Ну и что? Ну, а вот то. Вот Господь так делает. Я поехал, меня привез кто-то на машине где-то. Выходит рабочий, идите, получаете. Выходит, а рулоны вот такой высоты, вот так плотно скатаны, ну, рулон. Посмотрите, когда продают. Тащат один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Рулоны. Там сколько метров, там в каждом рулоне запечатанное, там с завода где. Я остановился, говорю, так это не мне номер, вам, вам, начальник сказал. Да я просил не столько, но начальник сказал вам. Я удивил, это вот уже, куда мне это. Ну, я потеряю, всех там снабдил, кому только мог. По сегодняшний день еще есть, это сохраняется. Для всего везде. И потом звонят. Это мы вам дали, дали. Тут ошибка произошла. Не ту, которая отпускает ведомость. Моя попала, а они там мне. Вам сколько было? Я говорю, да 15 метров-то. Ну, а дали-то они 15, там метров, может быть, по 70 в каждом рулоне. Умножай сколько-то. Полкилометра почти. Можно застлать было. Ну, я говорю, так что, назад привезти? Да ладно, начальник сказал, не надо, детский лагерь. Вот представьте, как Бог делает. Знать не знаю. Что-то документы там перекинули. Я стою, только глазами моргаю. Не успеваю даже ноги подставлять. Почему Бог? Этим питается и обслуга лагеря. Что остается к осени, то развозим по деревне и сейчас себе на зиму. И уже от этих остатков сразу же начинаем, по приезду в город, делиться с теми, кто из бедных нам знаком. Так что нашего тут нет ничего. Господь Бог знает, чьи сердца и руки участвовали в подаянии бедным. Таразаконие 15. Если же будет у тебя нищий, кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы. Смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой день, год прощения. Всех надо прощать. И чтобы оттого глаз твой не сделался ни милости к нищему брату твоему. И ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу и будет на тебе грех. Понятие, а еще грех. Сегодня разве можно испугать каким-то грехом? Они понятия не имеют. Депутаты эти все, милиции. Грехом-то еще пугаешь. На тебе на креста нету? Нету. Он даже нужды ему нету. Дай ему взаймы. И когда будешь давать ему, не должно скорбить сердце твое. Ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делать со твоими руками. Благословит. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твоего, Моисей говорит, брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Первый царств. Господь делает нищим и обогащает. Унижает и возвышает. Я тут как-то отчет дал, сколько денег истратил вот нынче, там и такие деньги большие, на миллионы, миллионов сколько на книги. А у самого ни рубля нету. Сегодня деньги есть, сегодня ушли. Ой, да люди узнают, вот люди боятся пенсию сказать. У меня все открыто. Нету ничего, нету. Вот вчера приехал Никита, я говорю, вы отработали, на каждый месяц, я же, вы же питались, питались, а сверхпитание, я должен что-то дать вам, купить там хоть платочек. Ну и уехал Виталий, пять тысяч ждал. Теперь братьям не берут никак, я говорю, вы распорядитесь, меня снимите этот, нет, по пять. По пять это выходит в три раза, у меня четыре месяца было и одна пенсия. Это моя пенсия, шесть тысяч, пятьсот двадцать три рубля, пятнадцать копеек. Вот так. Видите, как все, когда открыто делаешь, и Бог дает. Звонят, спрашивают, нужно вам или не нужно. И в Потеряевке также. Я сколько раз показывал. Принесут пироги, что-то стряпают, кто молоко, кто... И вот так вот, и не заботьтесь о завтрашнем дне, на каждый день хватит заботы. И батюшка позвонит, вот барашков у меня закололи, мясо вам надо, а уж собакам ножки там это все идет. Понимаете, начнешь, непонятно как, что однажды одна предпринимательница, она осознала и говорит, а вам это нужно. А сама проезжает уже мимо. Я говорю, а вы-то кто будете? Да я Валентина такая, предпринимательница, на меня покушение было. У меня иконка была, стреляли, пуля попала прямо в иконку. Я, говорит, уезжаю в Германию сейчас. Привезла, там шоколадок там разный такой. Да нам-то зачем это? Как зачем? Да я же для лагеря. Нам нужны грубые продукты. Мука, гречка, вот так вот. Да я же не знал, а там, ну все разгрузили. Бог делает так. У меня близкий ознакомца с прокурором. Открой-ка это, не знаешь как, подожди. Он выгоду, да? Он лазит так, повыше вот так. Давай, вылазь, вылазь, вылазь. Давай, 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 ну, 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 отойди в сторонку. Давай. Вот так. Посмотри, она почти голубка-то съела. Мало осталось. Закрыть надо, а то эти сидят рядом дежурят. Вот так. Знакомый у меня был, близкий знакомый, генерал-лейтенант. Вот прокурор Алтайского края, Параскун Юрий Федорович. Конечно, прокурор не может быть добрым. Но для меня он добрый был. Вот по потерявке, когда земля не давали, то другое. Я обращался, в среднем я посчитал примерно 32 раза. И 32 раза он ответил. Ответил, мы беседуем, сидим. Я мог приходить в любой день. Видимо, он дал указание, что пропускали. Я выхожу, мужик один сидит. Я говорю, а что вы так сидите каждый раз здесь? Жду приема. Второй год хожу, не принимает. По секретарям толкает, говорит, по заместителям. Мне нужен прокурор края, доступа нету. Я до того удивился. А я уже привык к тому, что прихожу, мэр города в любой день. Прихожу к губернатору. С губернатором сидим, сейчас он посол в Белоруси. Суриков Александр Александрович. Я говорю, курить-то бросайте, а то помрете раньше времени. В Бога верить надо, Александр Александрович. А он коммунист тогда был. Вот такие простые отношения. И он дает указание местному прокурору Сухову, Мамонтову. И тут привозит муку, привозит сам. И сам, я говорю, у меня после операции спина прокурор. И он носит мешки один. У меня никого как раз в лагере не было-то. Мешки носит по 50 килограмм-то. И крупа там все. Ну, скажите, где, в каком лагере, когда это было? Тем более, он знает, что верующие. Вот начинает говориться, чтобы прокурор края давал указания, а районный прокурор сам носил и снабжал. Ну, где? Еще непонятно, что мы под особой защитой Божией. Особой. И батюшка рассказывает, когда потеряем, начинали строить. Ну, везде, отовсюду. Идут, и помогают, едут. Вообще, даже выразить нельзя. Вера Мурдик написала мне сегодня. Я слышала, что есть книга, в которую вписаны все епископы православной церкви. От самих апостолов, от самого начала. Где можно найти такую книгу? Можно ли ее найти в интернете? Мне очень интересна наша история. Наша. Что она имеет? Вот она православная, там, видимо, я уже не смотрю. Это же книга, книга где находится? В библиотеке. У меня своя библиотека. И когда мы были еще на Никитина, до пожара, то мы избрали двух библиотекарей на мою библиотеку. Я всегда приходил с несколькими рюкзаками. Посмотри, что делают. Помоги, Никита, находись. Видишь, там осталось у них пищи. И вот они. Видишь, как вот. Ай, ничего не получится. Со всех сторон. Зуб не имел. Вот так вот около нас крутятся знакомые, которые знаем-незнаемые. Со всех сторон лезут. Буквально ррут. Вот и смотри, что делают. А эта заботится, что у нее осталась пища. А так, види, там. Види, вон она где. Помоги ему там. Вон она, гляди. Она, эх, не порвала. А то картонка-то, коробка. Вот так у нас тоже бывает. Что-то вытащат, что-то подлезут. Она не может ничего. Она внизу лезет. Вот что значит. Я просто говорю. Так, книга эта. Есть. Я сейчас не знаю название. Кажется, история российской церкви. Владимир Русак, автор. Он мне прислал. Владимир Русак. Он был когда-то диссидентом. Малку поставили. Его выслали или уехал в Америку. Он сидел, кажется, 7 лет отсидел. Есть. У меня-то я показал 4 книги. Некоторые, может быть, не видели. Давай-ка я открою туда. С ключи там свет. Видим, покажу эти. Отвинти вот эту. Ну ладно, возьми, поверни ее сюда. Вон туда. Я сейчас покажу. Дай-ка в стальке я достану, люди покажу. Вот так, потихоньку. Вот это, Верку покажи книге. Это у меня немножко, там маленькая часть книг осталась. Библиотека. Вот сейчас я покажу туда, пойду. Ну, даже здесь покажу. Вот, держи. Вот это у него книга. Владимир Русак. Вот видать, пир сатаны. Кто расстрелян был, как? Вот он самый, Владимир Русак. Я у него был в Жордан-Вилле. Ночевал там у него. Обедал, в подвале был. И он говорит, я пишу книги. Жена мне, говорит, в подвал там, где, ну, в подвальное помещение. Приносят туда и есть. И я говорю, а я ничего не знаю. Ну, если будет, то у тебя на миссионерские ваши поездки-то не будет времени-то. Забудите все это. Вы просто прилипнете к интернету. Интернет тогда не был. Интернет, а компьютеру. Ну, вот оно, все здесь есть. Все, кто был расстрелян, какой епископ. Ну, подробно, подробно. И он мне ее подарил. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать... Нет, все закрыто. ...к тайнам Христовым. Анафематствуем вас. Заклинаем верующих чад православной церкви с таковыми извергами рода человеческого вступать в какое-либо общение. 10 января 1918 года из послания Патриарха Всероссийского Тихона. Вот какой, видите, как крупно взято здесь. Пир сатаны. Пир сатаны 72 года был в России. Сатанинская власть была. Небожественная. Богом попущенная она. И вот он дальше пишет еще три книги и называется «Свидетельство обвинения». Ну, книги большой размер. Тут 350 страниц. Ну, видимо, все по 350. И вот. Кто, какие епископы. Вот все здесь есть расстреляны. Подряд. Подержи-ка. Это первое. Это надо. Какую работу он проделал вообще. Вот оно. Ну, где-то ее можно достать. И тут вот написано «Павел такой-то, тогда-то, где-то что-то, где-то был». Еще есть книга Российской Церкви. Нам не все епископы, а именно те, которые передали дальше. Не все. А именно начинается в обратном отсчете порядки. Допустим, сейчас патриарх Кирилл. Ну, как первосвятитель считается. Кто его рукополагал? А никто рукополагал там другого, около него. Алфеев он, Виларион, он не патриарх. И нас это не интересует. Мы знаем, его рукополагали законы. А вот теперь вторая часть. Вот она где. Это все описано подробно. Все, ссылки, ссылки. Откуда материал взял? Он с архивами работал. Патриархиевыми. Вот, гляди. Третий том. Среди сообвинения. Вот все названия, данные, когда, где. Вот тут как. Что тут такое? Николай. Тогда-то. Где служил он? Смотрите, какие огромные материалы. У сектантов ничего этого нет. Не найдено родословное, как у Неми. Исключено из священства. У них священников вообще нету никаких. Так, возьми тогда, поставь туда. Вон, где я ставил. Подержи его. Отклони, вот эту вот, синюю. Вот сюда и. Во. Подай ему сейчас эту тоже. Это не загни ту. Вот так положи. Потихоньку. Там вверху. Там указано, кто, кем рукоположен, в каком году. Нас интересует только тот, кто первый святитель. От него так идут, кто его рукополагал, кто следующий рукополагал. И, ну, там какой-то берется, от которого, там, епископа ниже. И прямо доходит до апостолов. Это все есть. Я не знаю, в интернете нас спрашивать, есть или нет. Это наша история. И так называется история российской церкви. Не русская, а российская. А теперь посмотреть надо наши ресурсы. Так, у Никиты возьми его сюда, я кое-что спрошу. Содействуй. Поближе к нему сядь. Вот так. Это вот мой мир. Вот этот мир. Заходите. Там другая есть с голубями, а это контрольная идет. Здесь очень удобно общаться. Очень удобно. Вот сегодня я поставил необычные уже ролики. Что сегодня было? Благовестие, раздача Евангелий. Вот. Лукавое сердце человеческое. Где два? Про романа три. Три. Вот утро сегодня где-то. Четыре. Ну, еще пятое тут будет, еще закачивается. И у нас есть форум. Большой, большой форум. Вот такой вот православный форум. Вот оно. Форум открыт две тысячи четыреста шестьдесят восьмой день. Тысячи шестьсот тем разных вообще. Очень удобный. Очень удобное пользование. Зарегистрируйтесь, можно участвовать. И вот и за дня в день посещают двести сорок. Дать двести тридцать пять в среднем посетителей за день. И ни одного отзыва никакого нет. Почему? Настолько богатый материал, что тут не о чем спорить. Обычно на форумах там ругаются, матерятся, спорят, доказывают. Здесь никто ничего не доказывает. Все как надо. Я его выпущу, а она... Давай, вылазь. Вот так. О! Вот так. Хорошо. Ну и дальше у нас православный видеоканал. Сегодня я тоже поставил пять роликов. Что тут, Роман? Так, уже двадцать пять. Утро. Утро. Семьдесят два. За один час семьдесят два человека. Ну, это для нас нормально, а для Андрея-то Кураева-то ничто, как бы. Ну и показать главный наш ресурс, самый тяжеловесный. Это сайт библейский, православный сайт. Вот оно, сокровище. Как он охорен, посмотрите. Два эпиграфа. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Солом 118, 113. Слово Твое, Светильник, Ноге Моя, Сетси Зимае, Окола Божьей Матери. Какие иконы. Видеоканал. Не только на видеоканал вышел. Вот, не сюда, значит, сразу на форум вышел. Для Слова Божьего. Это она мне на эту скачет. Она сшибает ее просто. Чуть и тормолит. Клавиатуру. Вот такая, боевая. Видишь, что я вот играю? Ну и здесь у нас самые главные ответы и вопросы. Вот какие говорят события. События Никиты приехал. Для нас это событие как будто маловажное. А тут есть что, как уехал. Я уже ролик мой записал я его. И скажи, вчера день, как у тебя прошел здесь? Хорошо прошел. Вот, ночевал хорошо. Да. Видите как. А тебе это беспокоится. Что-то Никиту не видно. Где он? Он в деревне был. Он на месяц и один день был дольше. Потеряешь. Что ты этот месяц там делал? Жил у Виктора Савченко. Так, это, Володя, его видно? Да. Так, жил у Виктора Савченко. Дальше, там тепло у него? Тепло. Тепло. И чем же ты занимался? В свободное время я вот занимался по хозяйству у матушки. Батюшка был в отъезде, в основном я у нее был. В основном. И к себе домой заходил, на дом свой, там убирал пару раз. Вот так вот приходило время. За голубями смотрел? А, за голубями смотрел, да. Кормил, поил. Спасибо Христос. А по воскресеньям там занятия были? Были, да. Ну, были, да. Позже раз не было. Занятия кто вел? Когда был Виктор, Виктор вел занятия. А когда не было его, ну так, кто-то, пусть, Алексей Устинов читал, а мы так размышляли вслух, то, что имел мысли какие-то. Понятно. Поставим потом. Да или поставили, я уже ночью поставил сегодня. Ну, какие это, ты еще приехал-то. Вот вместе с тобой, а мы здесь были в городе, и ты там был. Еще у тебя там интересный заработок был какой-то. Да, был заработок у меня. Маленько. Ты с голода уже не умрешь. Нет, нет. Смотрите, приехал так. Ну, у тебя, ты приехал сюда, никаких нарушений не было, то, что ты желал иметь и прочее. Ты пожелал жить здесь. Так? Да. То есть тебе полная свобода дана, ты можешь уйти, хоть сейчас вот подняться без завтрака и уйти, и уйти. Куда уйти? Ты был как-то у Сергея Попкова тогда, потом вернулся. Тебе здесь тягостно жить? Нет, больше нет. Какие-то правила, может, я вас угнетаю, тоталитарный волк тут зазомбировал вас, вот эти, ты, знаешь, придурки-то патриархийные. Все это лепят, что попало. Ты не чувствуешь, что ты не зазомбированный? Нет, добровольно сюда, возвращаясь в который раз уже, и самое лучшее место для меня здесь. Я по сегодняшний день не знаю, что имеет в виду слово зомбированный. Это покойники какие-то ходят там у диких народов, что-то. Ну, то есть они слышат такое слово, а куда они, знаешь, сейчас секта, секта, секта. Ты, может, в секту попал сюда, ты маленько-то сравниваешь с чем? Что такое секта, мы знаем, это где нет священства, и вручение отличается от православного. Тут все это и присутствует. Ой-ой-ой. Как ты думаешь, тут вопрос задают. Почему к нам так благоволит местный митрополит Сергий Иванников, Московского патриархата, приезжает со священниками, с секретарем, со своим там, сегоменом, с семинаристами, с певцами, с хористами. Почему он так к нам расположен? Ну, так прям глубоко я не проникну, прям какие там уже замыслы или что. Ну, так, мне кажется, человек просто хороший, и совесть у него, ну, хорошая. Ну, поэтому он... Ну, не мог я его подкупить, зазамбировать. Ну, он же епископ, как его можно... Человеку просто... Конечно. То есть люди вообще ошалелые в ненависти, и у них все объясняется только так, как Дворкин объясняет. А ту его всегда, то он приезжает, обнимает, целуется, благословляет. Да это вот он такой, безбожники. Это если вы православный, своего митрополита не... У вас были не совсем хорошие отношения с епископом Максимом Дмитриевым. Он там где-то в Липецке сейчас. Вот. В Липецке там есть другая область там где-то там есть. И ту он под кадет приехал со свитой, и все это у нас выставлено. А вот его сразу и убрали. Ну, это другая область, что этого убрали. А этого не убирают. Вот кто к вам приезжает или что-то, его сразу гонение на него... Ну, вот сколько уже? Не один год. Притом этот митрополит, он не так, как вот, допустим, Максим, он был там регент. У него никакого опыта-то не было. Община-то руководителя и прочее. А этот-то священником был, в таком возрасте поставлен. И у него все проще. И у него вид другой такой видно, что... Мне его тоже, как говорится, Господь послал. Вот такой митрополит. И нынче, я знать не знаю, на меня нападает из-за лагеря. И запросила его русская народная линия. И как он ответил? Разумно. Я уже сколько раз смотрел. Секретарь ему составлял, или он сам это... Ну, я думаю, что сам. Что? За ним нет... За Игнатием, говорит, он канонических и догматических нарушений нету. Под прещением не состоит. И все просто объяснил, и все. Сразу все это отвел. Да, вспомянутся его добрые дела, Сергия, в судный день перед ним. Перед ним батюшка приходит, он всегда радостный такой. Ну, еще приехал наш митрополит Иларион, русская правоставная зарубежная церковь. Два митрополита. И все обнимают, целуют батюшку. А тут в начале от вас отказался Иларион. У вас теперь батюшка без благодати. Благодать зависит от того, что там где-то вычеркнули. А вычеркнули ему, сказали, что нам легче знать, что ни одного прихода в зарубежной церкви нет. А что тут 13 разных юрисдикций в зарубежной церкви умалчивают, спрячут от народа. У одного Агапангела больше 100 приходов. Сколько за границей? В Пашковской, в Одессе. Русская правоставная зарубежная церковь. Здесь Георгий Титов. Это его большой приход. Ну, правда-то надо сказать. Мой-то кого тут? Какие маленькие. Так, твои планы какие на зиму? Там работы у Игоря Дыбунова много. Там он хочет дом полностью утеплить еще. Пенопластом. И все равно еще сайдингом обделать. Это весь площадь дома. Еще гараж там мы еще не полностью отделку сделали. То есть, кроме этого всего. Это там на всю зиму хватит. И еще, может, начало весны даже. Смотря как будем работать с какой скоростью. Жена-то Игорева Марина Геннадьевна тебя как? Не презирает, не выгоняет? Она добрая очень. Хорошая. Видите, как ты пришелся здесь ко двору. Не жалеешь, что тебя там хотели священники на Украине? Тут за тебя уцепился один духоносный. Ну и что бы я там сейчас делал бы. Я даже не знаю. Со скуки помер бы с ними. Если бы не хуже, что случилось бы. Нет, туда я не хочу. Нет, зачем мне там делать. Тут люди уже такие интересные, опытные. Мне с ними тут больше научусь, чем там у них. Чему хорошему. То есть сейчас у нас нет ничего такого. В чем бы я тебя, как говорят, у нас по-сибирски щувал, подталкивал, высказывал, выговаривал. Ничего нет. Встал, в свое дело, ушел, вечером пришел. Володя, главное, тут занимается. Топит храм и нам разносит уголь, дроба. Значит, то, что ты там без нас был, тебе неплохо было в Потерявке месяц. Нет, очень даже хорошо, мне понравилось там. Лагерь-то наш бывший стоит там еще, не разворовали, ничего. Ну вот готов ты дом, ты потерявский. Прописан-то ты где, Потерявке? Да, потерявский. Ну вот приглашать будешь ребятишек, Володя приглашать. И теперь мы, лагеря-то нету. Ну приглашенные дети на дому есть. А утренняя гимнастика, молитвы будут бегать в лагерь. Это нам не запрещается. Деревенские ребятишки приехали в гости. Вот мы таким путем пошли. В новом формате будет отдых детей. А все остальное остается так же. У тебя есть какое слово ко мне? Я ничего не готовил даже, ничего не могу сказать. Ничего нет. Ну претензии какие-то есть, может быть. Нет, никаких претензий. Обид никаких нет. Ничего нет такого. Даже если ты сегодня уедешь или перейдешь куда-то в другую резиденцию от нас, то у тебя все равно претензий к нам нету. Нету. Даже если перейдешь. А с батюшкой у тебя хорошее отношение? Очень. Батюшке ноутбук купили, я помогал ему в скайп звонить. Все помог ему в этом деле, чтобы он разговаривал. Батюшка вчера первый раз вышел в скайп. Да не знает еще. Но я его записал даже. Ну что сказать-то? Спаси Христос. Спаси Христос. Вот. Это вот у нас сегодняшнее. Вчера. Вчера вот я выставил. Роман доехал в Благополучие. 100. Никита, возвращение Никиты. Вот ты вчера уехал. 11 часов назад. 445 посещение. Ну для нас-то, когда нас, кто тут знает-то, 445, ну почти полтыщи. До 12, еще сейчас один остался. Вот. И другое здесь-то. Роман Малыш доехал богополучно. Один день назад. Тут побольше, маленько. 709. Видите, у нас посещаемость. Есть, ну конечно, это мизерное по сравнению там с другими. Где есть. Вот там шарик какой-то есть. Выступает там сотни тысяч. У нас еще нету. Ну, это вот под замок. Это то, что уже мне поставят. Я только снимаю по утрам. Ну и все. Событие главное для нас вчера было. Это у меня котенок этот. На крышу к кошкам отправил. А он залезет, а под карниз. И назад не может вылезти. Я его кое-как там распиливал, да, отрывал все, пока вытащил сюда. Где оно? Ну, он там бегает. Это было событие. Я на крышу, а то 13 ступенек. Вчера посчитал, 19 раз только слазил. Ну и вот. Пурга тут, ветер. Все, и никаких. Все-таки я ее распечатал, вытащил. Ну, а что ты сделаешь? Маленький котенок. За большими. Ну и все. Во славу Божию. Событие прошлого дня. Здесь все указано. Во славу Божию.